Всем привет, друзья! Вы смотрите Astro Channel, и сегодня я расскажу вам об интересном астрономическом явлении, которое можно увидеть 19 июня. В этот день Луна закроет на небе Венеру. Давайте обсудим, где и как это можно увидеть. Поехали! Поехали! Иногда закрывают разные объекты от земного наблюдателя. Самый известный случай, когда Луна закрывает Солнце, и тогда мы наблюдаем солнечное затмение. Кстати, ближайшее состоится уже 21 июня. Но о нем я расскажу в следующем видео. Но помимо Солнца на небе куча других звезд, и Луна в ходе своего движения закрывает и их. В российской астрономической науке для таких явлений используется термин «покрытие». Как правило, Луна закрывает слабые звездочки, но иногда бывают случаи, когда на ее пути появляются яркие. Например, бывают целые серии покрытий Альдебарана Луной. Но помимо звезд, Луна иногда закрывает и планеты. А это самый сок. Покрытие Юпитера и Сатурна Луной очень эффектны. И вот нечто подобное нас ожидает 19 июня. В этот день Луна на небе повстречается с Венерой. Что удивительно, на небе тонкий серп Луны, освещенный всего лишь на 4%, будет закрывать тонкий серп Венеры, освещенный на 8%. Короче, два серпа на небе. Один большой, другой маленький. Важная особенность. Покрытие состоится на дневном небе. При этом Луна с Венерой будут находиться недалеко от Солнца, примерно в 20 градусах от него. Поэтому при поиске Луны и Венеры нужно быть очень аккуратными и случайно не взглянуть в телескоп на Солнце. Это опасно для зрения. И да, нужно наблюдать в оптические приборы. В бинокли или телескопы невооруженным глазом явление, к сожалению, не увидеть. Кстати, купить телескоп вы можете в магазине Планетарий. Там для подписчиков Астра Ченнел действует скидка по коду 2020. Ссылка в описании. Искать Луну и Венеру будет нелегко. Поэтому, если у вас есть хорошая монтировка с автонаведением, выставьте ее ночью заранее, привяжите по звездам и не выключайте. А днем 19 июня просто попросите монтировку навестись на Луну. Если же будете наводиться руками, то вам респект и удачи. И помните, что рядом Солнце. Покрытие Венеры Луной будет видно почти на всей территории России, кроме юго-европейской части и части Дальнего Востока. На Украине повезет небольшой части северо-запада страны. В Казахстане покрытие будет видно только на севере, а в Белоруссии и Прибалтике явление будет видно полностью. Ссылку на карту покрытия я оставлю в описании. Точного времени покрытия, к сожалению, нет. Для каждого населенного пункта нужно смотреть в отдельности. Например, у меня в Вологде Венера скроются за Луной примерно в 11.40 по московскому времени, а в 12.30 вынырнет с другой стороны. Для своего города уточните время с помощью программы Планетария Стеллариум. Я до этого момента наблюдал лишь однажды покрытие Венеры Луной. Было это 18 июня 2007 года, 13 лет назад. Вот такая фотка осталась, сделана она на веб-камеру, подставленную к окуляру телескопа. Надеюсь, и в этом году получится пронаблюдать. Если у меня будет ясно, постараюсь провести прямой эфир. Чтобы не пропустить важную информацию, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Если хотите поддержать Астра Ченнел, то вы можете это сделать на Патреоне, ссылка в описании, а также нажав кнопку «Спонсировать» на Ютубе. А я желаю вам ясного неба и успешных наблюдений. Пока!